Личная страница Алексея Гребенчука в одной из соцсетей. Одна из последних фотографий. Он в окружении красавиц, дочек и друга. Мужчина выложил ее накануне поздно вечером. А через несколько часов все, еще жена Алексея Мария, были найдены мертвыми в стенах обгоревшего дома. Я встала полтретьего, выпила таблетку. С кухни иду, подхожу к койке. Увидела пламя и дым. Я крикнула сыну. Олег, встань, соседка горит. Полина Ивановна первая, кто заметил ночной пожар. Разбудив сына, она отправила его вызвать спасателей. В этот момент огонь уже полыхал со страшной силой. На его тушение ушло более шести часов. На место прибыло три боевых расчета. На момент прибытия дом был объят полностью пламенем. Поздно был обнаружен пожар. Что стало причиной трагедии, теперь задача для следователей. Они возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Не исключая, дом мог загореться от надворной постройки, где находился отопительный прибор для поддержания температуры в помещении для домашней птицы. В качестве возможных называют и короткое замыкание, и нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. А вот соседи убеждены, всему виной плохо потушенный мангал. Ведь накануне гребенчуки устроили пикник на заднем дворе. Начался пожар вот с этой стороны. С пристройки? Да, вот отсюда. Если бы у него загорелось внутри, как говорят, от газа, от печки, у них бы сгорели обе избы. То сгорел курятник рядом, сенция и задняя изба. Вот этот вот сосед прибег к казаху, схватил доску, выбила кошка. Давай кричать, кто есть ли живые, откликнитесь. Все, ни звук уже не было. Село Дмитриевка Сахмарского района семья Гребенчук переехала из Бузулука весной этого года. Небольшой дом на улице Преовражной приобрели на материнский капитал. Ведь через год после Даши у супруга в 2012-м родилась дочь Саша. Затеяли ремонт. Вот только успели ли поменять электропроводку, неизвестно. Между тем, вслед за оперативниками на место выехали областные чиновники. Они заявили, все расходы на похороны берут на себя. Живы родители. У супруги погибшей мамы живы в Бузулуке. У мужа, ее мужа и отца детей родители живут в Оренбурге. Поэтому сейчас будем советоваться родителям по месту похороны. Власть сделает все, чтобы отнестись с должным вниманием к потерпевшим, к близким. Этот печальный повод заставил вице-губернатора собрать вместе глав сельских поселений всего Сакмарского района. Интересовался количеством пожарного оборудования и ведут ли чиновники беседу с жителями. Единственное, где этого не было сделано, Чебеньковский сельсовет. Случайно или нет, но злополучная Дмитриевка к нему как раз и относится. Досталось и представителям соцзащиты. Ведь за полгода к новоселам Гребенчук, где два малолетних ребенка, никто с предложением о помощи так и не пришел. Ольга Патрушева, Владимир Семенов. Наше время.